А следующий поединок открывает главный карт вечера. В синий угол клетки приглашается боец из Кыргызстана. Встречайте, Ертабылды Киманов! Следующий поединок у нас в бантамвейте. Легчайшей весовой категории. Ертабылды Киманов. Кыргызстан. Три победы, ни одного поражения. Приглашается на арену. И вот появляется Ертабылды Киманов. Начал он свою профессиональную карьеру в 2019 году. До этого у него, кстати, было три любительских поединка. Один из которых он выиграл, два проиграл. В профессионалах он не проигрывал. Три боя провел. В трех боях победил. Причем в первом раунде. Прекрасный нокаутер. Отличный удар. Неплохие навыки сабмишенов, что он нам продемонстрировал в поединке с Асламбеком Абдурашидовым, задушив оппонента в первом раунде на третьей минуте. Ну, а с Муниром Никанзодой он сражался и вовсе меньше минуты. Отправил спать оппонента за шесть секунд до конца первой минуты. И в поединке с Мустафой Абдурахмоновым он сражался чуть дольше, 3 минуты 30 секунд. Тем не менее, тоже сумел отправить на канвас своего оппонента. На угол клетки приглашается его соперник из города Санкт-Петербург. Встречайте! Бахтовар Юнуса! И соперником Иртабылды Тиманова будет Бахтовар Юнуса в Таджикистан. Также три победы, ни одного поражения его профессиональный рекорд. Дебютировал он в 2020 году в поединке с Асильбеком Салиховым. Одержал победу. После этого, причем в первом раунде победу, после этого сразился с Шахбозом Шарифовым. Также победа в первом раунде. Сабмишн сумел провести. А вот последний поединок с Шахпуром Салаевым. Решение судей раздельное в его пользу. Таким образом, у нас два бойца с одинаковой серией из трех побед, без единого поражения. Два ярких нокаутера, два бойца, у которых есть сабмишнены в серии побед. Но вот Шахпур Салаев провел все-таки всю дистанцию с Юнусовым. А у его соперника такого опыта нет. Это может сказаться. И следующий поединок открывает главный бой. Главный карт сегодняшнего турнира. И прямо сейчас представляю вам бойцов этого поединка в легчайшей весовой категории. В синем углу клетки боец из Кыргызстана. Ему 21 год. Его вес 61 килограмм. Его рост 175 сантиметров. В его активе три победы. Представляет клуб «Воин». Встречайте! Ертабалды! Тимана! Его соперник в красном углу клетки из города Санкт-Петербург. Его 22 года. Его вес 61 килограмм 200 грамм. Его рост 175 сантиметров. В его активе серия из трех побед. Представляет клуб «Прайд». Представляет клуб «Тень». Встречайте! Бахтовар Юнусов! Префери в клетке Алексей Касаттин. Итак, все готово к началу. Прессинг от Ертабалды Киманова. Юнусов пока держится на дистанции. Лоу-кик от Киманова. Хай-кик от Юнусова, но пропускает он навстречу. Лоу-кик еще один мощный от Киманова. Причем бьет как по внутренней стороне, так и по внешней. Хорошая двойка от Киманова в боксерском стиле. Снова на дистанции. Еще один обмен. Бросается в ноги Юнусов. Пытается бороться с Кимановым. Работа у сетки. Пытается добраться до второй ноги Юнусов. Но пока не получается. Очень здорово защищается Киманов. Подбивает колени. Локоть пошел в дело от Киманова. Снова колено. Еще колено залетает. У Юнусова. И Киманов отвечает локтями. Пока достаточно плотная борьба. Но понятно, что Юнусов пытается сейчас подсечь одну ногу, чтобы перевести в партер соперника. Но Киманов очень грамотно защищается от этого и упирается в другую ногу, чтобы соперник не смог его достать. Таким образом, еще несколько раз пробивает локтем Киманов. Но при этом Бахтовар Юнусов все еще удерживает захват. Удерживает захват, правда, без атаки. Я думаю, что рефери мог бы вмешаться, поскольку продолжения никакого нет. Бойцы застряли в одном положении. Уже достаточно долгое время находятся. Ну и вот, сейчас подхват. И перевод в партер сработал. Поднимается снова на ноги Киманов. И вновь бросает его Бахтовар Юнусов. Стягивает вниз. Колено точно в голову. От Юнусова. Полторы минуты еще. До конца первого раунда. Снова пробивает колено. Бахтовар Юнусов. Маха, смотрю, он хлопно стоит на правой ноге. Несколько ударов Юнусов доносит до цели. Через кисть, Баха. Вот, вот, вот. Все, иди. Продолжает удерживать захват. Колено. Снова. От себя, под себя. Сразу к ногам. 30 секунд. И вновь бросает сейчас Юнусов соперника. Очень много сил он потратил на вот эту позиционную борьбу. Баха, бей 30 секунд. Сейчас позиция бокового контроля с его стороны. Но, опять же, это была одна борьба без ударов, без опасных моментов. Поэтому, как ее будут судить, кому отдавать раунд, я затрудняюсь ответить. Потому что, все-таки, и у Киманова были хорошие моменты в начале. Несколько раз он попал. Вот, смотрим статистику. У Юнусова 19 попаданий, у Киманова 9. Ну, тогда, наверное, все-таки Юнусову первый раунд отходит. Хотя, в борьбе я, честно говоря, не видел его попаданий. Вот, смотрим еще раз моменты наиболее яркие. Ну, да, вот здесь несколько раз попал. Еще колено зашло. И вот здесь поработал сверху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, схватка возобновляется. Второй раунд. Идет в атаку. Киманов пытается сейчас сократить дистанцию. Но уже с такой небольшой опаской понимает, что соперник может переводить. Хотя мы видим, что сам Киманов бросился в ноги и перевел Юнусова на канвас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пытается растянуть Юнусов соперника здесь освободиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько ударов сверху от Юнусова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова Юнусов оказывается сверху, а это значит, что Киманов может так весь раунд провести. Что, собственно, ему невыгодно. Потому что мы видели, что противопоставить вот этому давлению, напору в партере Киманов ничего не мог. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рефери вмешивается в ход боя. Какое-то замечание сделал. И поединок возобновляется. Это второй раунд. Три минуты еще до конца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Назад разверни головой к сетке. Таз ниже опусти. Вот. Раскати его. Юнусов продолжает гнуть свою линию, подключает локти. Еще несколько ударов доносит до цели. Хороший удар справа и тут же по корпусу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корпус, голова, корпус, голова, контроль корпус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова плотно берет в захват Киманов соперника, но при этом оголяет свой корпус. И таким образом туда будет целиться, конечно же, Юнусов, что, собственно, и происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Корпус, голова. Другого не дано здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для Юнусова продолжает он нагнетать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Киманов вынужден просто терпеть эти удары. Противопоставить ему нечего. Нечего здесь было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще несколько ударов от Юнусова. Можно попытаться оттолкнуть от себя соперника, но Киманов не смог этого сделать. И снова позиция маунта со стороны Юнусова. Он сверху наносит удары справа. И тут же локти подключает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минута чуть больше до конца второго раунда. И он проходит в той же манере, что и предыдущий. И Юнусов контролирует соперника сверху. И Киманов вынужден просто прижимать к себе оппонента, насколько это возможно, и работать здесь в таком положении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот здесь локоть нужно подключать Юнусову. Наносит удар справа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Десять секунд до конца. Полный контроль со стороны Юнусова. Он ведет в этом поединке. Второй раунд остается за ним. Не знаю, зачем Киманов полез в партер. Во втором раунде, возможно, хотел удивить соперника, но удивить не получилось. Проигранный вчистую второй раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще несколько ударов... Очень опасный для Киманова момент... Уходит он... Но видно, что потрясен после пропущенных ударов... Продолжает прессинговать его Юнусов... Все, падает... Падает Киманов... Пытается спастись в партере... Юнусов его переворачивает... Занимает позицию бокового контроля... Отключает руку... Начинает наносить удары... Киманов пытается спастись... Рука отключена... Локти пошли в дело... Забирается Юнусов... В маунт... И еще несколько раз... Локтями пробивает голову... Все... Все... По-моему, все... Да... Довольно... С... Вертобалды Киманова... Поединок завершен... Поздравляем... Бахтовара Юнусова... Но... Признаюсь вам честно... Мне кажется, что Киманов сам виноват... В этом поражении... Сам лез в партер во втором и в третьем раунде... Можно было понять в первом... Что в партере есть огромное преимущество у Юнусова в контроле... И работать в стойке... Тем более, что в стойке... У Киманова все получалось... В первом раунде он несколько раз потряс Юнусова... Но почему-то не стал там дальше работать... Обе техническим кантом одержал... Бахтовар Юнусов... Аплодисменты его сопернику... Иртобалды Киманову... Поздравляем с победой. Расскажи, как готовился. За тебя болеют очень много людей. Передай привет. Во-первых, хочу огромное благодарность сказать организаторам ЭВМА серии, которые за год провели 27 кардов. Это не всем дано. И хочу сказать большое спасибо клубу Прайд, клубу Тень, которые меня готовят под руководством Павла Коваля, Игоря Черкова и Александра Трапезникова, которых сейчас рядом с нами нет. И хочу обратиться к президенту OpenFC и Вячеславу Свишову. Ты хотел перед полуфиналом еще один бой провести. Давай сделаем это 17 апреля. Жду тебя в Санкт-Петербурге. Посмотрим. Если не соскочишь, то покажем зрелищный бой. Спасибо, Бахтовар. Поздравляем с победой. Ты показал красивый бой и настоящий характер. Бахтовар Юрнусов! Бахтовар Юрнусов Павла К77 Бахтовар Юрнусов Бахтовар Юрнусов Бахтовар Юрнуса Бахтовар futur Жcolored Да llegar Бахтовар персонаж Бахтовар nigga Кап Бахте Бахтовар Бахтовар Бахтуар Продолжение следует...